Добрый день! Сегодня у нас в студии начальник управления информатизации и коммуникации Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Григорьевича Шухова, кандидат технических наук, профессор Александр Владимирович Белоусов. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Владимирович, 11 апреля на базе технологического университета прошел информационный семинар «Информационные технологии в образовании» по вопросам сотрудничества и применения технологии Microsoft в учебном процессе. Скажите, пожалуйста, каковы результаты семинара, какие программы для студентов, преподавателей, сотрудников выбрали представители университета и для чего они нужны? Мероприятие такого уровня не спосраб проходит у нас в университете, потому что информационные технологии – это такой давнишний конек нашего университета, потому что, во-первых, мы очень давно, еще в 1985 году, начали заниматься услугами предоставления интернета по образовательным учреждениям Белгородской области. Потом эти мероприятия расширились, мы участвовали в создании единого информационного пространства Белгородской области, мы создавали ту базу, на которой мы сейчас работаем, достаточно долго. И сегодняшнее состояние информатизации нашего университета, оно, конечно же, не могло быть именно таким, если бы руководство университета не понимало ту ключевую роль информатизации, которая на сегодняшний день имеет место быть. И вот поэтому фирма Microsoft, с которой мы уже давно и плодотворно сотрудничаем, она и выбрала наш университет в качестве площадки для того, чтобы собрать здесь айтишников наших белгородских вузов и поделиться опытом использования вот этих современных технологий. Тем более, что материалы, которые представлялись на этой конференции, они, в общем-то, были интересны всем, потому что касались именно вопросов создания таких вот устойчивых к воздействию внешних факторов, устойчивых к воздействию всевозможных дестабилизирующих ситуаций в информационных технологиях. И для университета это очень важно, потому что у нас очень много пользователей. И как бы мы должны создавать изначально такие информационные системы, которые бы позволяли, во-первых, студентам получать современный доступ ко всем информационным ресурсам, и во-вторых, чтобы этот доступ был оправдан с точки зрения материальных затрат. То есть вот это, как правило, проблема. То есть мы должны найти ту золотую середину применения компьютерного оборудования, чтобы реально получить вот такую вот отдачу, которая позволила бы нашим студентам быть на передовом крае вот этих вот вещей. Поэтому вот мероприятие, оно проходило в такой вот достаточно креативной, неформальной обстановке. Многие представители вузов высказали пожелание, чтобы такое мероприятие проводилось и в дальнейшем. Вот, потому что та платформа, которую мы обсудили на этом мероприятии, она действительно, ну, на сегодняшний день является одной из передовых, вот, на базе которой можно строить IT-структуру современного вуза. Скажите, какие мероприятия, из обозначенных на семинаре, отражаются в работе университета? Ну, это прежде всего создание распределенной такой вот информационной среды, вот этого процесса информатизации. Для этой цели у нас в институте сейчас сделано ряд таких, ну, я бы сказал, принципиальных шагов, которые позволяют, во-первых, студентам пользоваться сетью Wi-Fi на территории университета, и зона покрытия, и те услуги, которые мы будем предлагать на этой сети, они постоянно расширяются. Плюс к этому мы сейчас создаем такую распределенную систему проведения видеоконференц-связи на территории университета, проведения трансляций в интернет в реальном времени. И вот, кстати говоря, вот та аудитория, с которой мы сейчас ведем трансляцию, это вот тоже будет одна из таких вот ключевых фигур вот в этом процессе информатизации университета. То есть мы планируем, что вот то оборудование, которое сейчас установлено, оно позволит нам очень оперативно, привлечением большого количества внешних пользователей, провести анализ и сделать такую вот доступную среду для того, чтобы можно было следить за нашими мероприятиями, которые проходят в университете, проводить учебный процесс с использованием интерактивных технологий, и тем самым, опять же, повышать заинтересованность студента. То есть не надо забывать, что мы-то в основном работаем для студентов. Александр Владимирович, Вы работаете не только в области IT-технологий, но и в смежных направлениях. Скажите, какие изыскания в этих областях в настоящее время проводятся в университете? Я бы отметил здесь такой момент, что на сегодняшний день многие направления современные, они проходят с высоким содержанием телекоммуникационной составляющей. Это как бы веяние времени, мы отсюда никуда не денемся. И поэтому, например, одно из направлений, которое в ВУЗе уже давно развивается, это, например, энергосбережение. Вот у нас именно в ВУЗе, оно именно проходит под эгидой телекоммуникации. Что это означает? Это означает то, что стандартные вопросы энергосбережения мы не зацикливаем на утеплении фасадов, на применении каких-то ограждающих конструкций. Хотя эти вопросы, они очень важны, и, так сказать, они проводятся, естественно, в ВУЗе. Помимо этого, мы пытаемся вопрос энергосбережения поставить на эти телекоммуникационные рельсы. И это позволяет получить результат достаточно быстро во многих смежных областях. Но это вот принцип синергетики, как сейчас модно говорить. Значит, вот он здесь напрямую проявляется. Результатом этого является то, что мы создаем на территории университета различные демонстрационные зоны энергоэффективные, которые, значит, можно рассматривать не только как плацдарм для обучения наших студентов, прежде всего, не только как плацдарм для популяризации вот этих современных технологий, но и как именно вот базу для развития нашего учебного процесса. То есть вот это очень важно. И вот, допустим, демонстрационная зона по энергосбережению, которая была создана уже порядка 10 лет в университете у нас, она на сегодняшний день приобретает роль такую консолидирующего центра не только по энергосберегающим технологиям, но и по технологиям применения вычислительной техники в энергосбережении, по технологиям применения новых материалов, по технологиям исследования этих новых материалов. Потому что современные средства позволяют нам расширить очень сильно аудиторию, с которой мы можем работать через ресурсы нашей демонстрационной зоны. И вот это все позволяет говорить о том, что мы эти методы не просто замыкаем на наших внутренних каких-то проблемах, хотя это тоже очень важно, так сказать, сэкономить для университета электричество, сэкономить тепловую энергию. То есть это само по себе цель. Но мы работаем в ВУЗе, мы работаем со студентами, поэтому эта цель, она всегда должна переломляться вот на именно вот этот вот аспект. И без замешивания телекоммуникационной составляющей вот в такие смежные направления деятельности, на сегодняшний день эту проблему, как показывает практика, не решить. Скажите, а есть ли какие-то данные, какая экономия получена в результате внедрения энергосберегающих систем? Ну, на протяжении вот 10 лет мы путем замены всех тепловых узлов на энергоэффективные, именно на управляемые такие вот, значит, тепловые узлы, доступные по интернету к анализу и модернизации, мы уже в течение этого времени получаем порядка 30-40% в экономии затрат на тепловую энергию. Вот в последнее время мы сконцентрировались на том, что затраты на электричество, они стали в основном превалировать в наших основных затратах, потому что тепло, как бы, после того, как мы внедрили эти технологии, после того, как мы поставили здесь на территорию университета автономные котельные, то есть вот у нас, как бы, проблема экономить тепло, она уже стала не такой острой, она делается, само собой, на фоне вот этих преобразований. А вот с электричеством были проблемы, но на сегодняшний день мы их уже тоже, в общем-то, достаточно эффективно решаем, именно тоже вот на стыке вот таких подходов. Ну, например, вот буквально на прошлой неделе мы закончили вот совместно со службой главного энергетика замену освещения в общежитии на светодиодное, подключили это к системе диспетчеризации и реально получили порядка 40% экономии затрат на именно электроэнергию. Это достаточно много, если, так сказать, понимать, сколько мы тратим на электричество вообще на общежитиях. Ну, и самое главное то, что мы дали инструмент, и вот, кстати говоря, этот инструмент создавали именно дипломники кафедры технической кибернетики нашей, которые там работают. Мы дали инструмент, с помощью которого можно в реальном времени анализировать вот эти все затраты и очень оперативно вносить какие-то коррективы с помощью мобильных средств, с помощью мобильных, значит, телефонов. Сотрудники, которые ответственны за эти мероприятия, могут это все отследить, вовремя принять решение и таким образом запустить вот эти вот даже орг-методы на базе внедренных технических методов. И вот, как показывает практика, вот такой вот симбиоз технических и организационных методов, он именно и позволяет получить вот ту реальную экономию, там вот порядка 40, значит, в некоторых случаях и больше процентов на содержание, например, вот нашего электрического хозяйства. Прежде чем перейти к следующему вопросу, давайте посмотрим на экран. Примером достигнутого взаимопонимания является распределенная система диспетчерского управления котельными открытого акционерного общества КМА «Проект Жилстрой» в городе Старый Оскол. Система объединяет разнородные тепловые узлы, автономные котельные и насосные станции, используя в качестве транспортного уровня городскую оптоволоконную сеть различных операторов. Это позволило при достаточно малых затратах на телекоммуникации реализовать систему диспетчеризации реального времени. В перспективе планируется подключение газопоршневой энергетической установки. Проект такой гибридной системы позволит снизить на 50% затраты для потребителей, не только на тепловую, но и на электрическую энергию. Как мы видим из видеосюжета, при реализации проекта вы сотрудничаете с другими городами Белгородской области. Каковы итоги этого сотрудничества? Вы знаете, те энергосберегающие технологии, которые мы внедряем, они, как правило, имеют срок окупаемости очень большой. То есть это 4 года, например, по освещению этот срок окупаемости может вообще доходить и до 6 лет. Допустим, технологии, связанные с альтернативными источниками энергии, они вообще могут иметь срок окупаемости больше 10 лет. И поэтому ожидать, что, допустим, частный бизнес бросится как-то внедрять вот такие вот разработки с таким сроком окупаемости, конечно, в общем-то, не приходится. Но путем того, что мы такое синергетическое направление развиваем, путем того, что мы решаем параллельно с внедрением энергосберегающих технологий и вопросы, например, телекоммуникаций, вопросы создания доступа к интернету, доступа к локальным каким-то компьютерным ресурсам, вот это позволяет как бы этот срок окупаемости фактически снизить. И вот примером этого является, на мой взгляд, очень поучительная ситуация со Старым Осколом. Это когда частный, в общем-то, инвестор, значит, он видит заинтересованность в том, чтобы, значит, ставить и внедрять у себя энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости 4-5 лет. И вот мы в свое время уже порядка 5 лет, как внедрили там систему диспетчеризации, значит, котельных по городу. И вот прошло, значит, 5 лет, и мало того, что это все окупилось, значит, инвестор получил возможность на внедренных вот этих технологиях, значит, заниматься предоставлением услуг телекоммуникации в своих домах, заниматься тем, чтобы, значит, повышать энергонадежность объектов, вот, а энергобезопасность объектов, которая связана с жизнеобеспечением людей, это чрезвычайно важный момент. И поэтому уже сейчас стоит вопрос о том, что нужно расширяться, что нужно вводить туда новые объекты, то есть вот это очень радует. То, что частный бизнес, он, как бы, сейчас уже не пугается таких вот мероприятий со сроком окупаемости 4 больше года. Но для того, чтобы это было, мы должны популяризировать эти технологии. И вот тут-то как раз и вот мы приходим к тому, что вот почему ВУЗ должен заниматься этими вещами, почему ВУЗ должен обязательно заниматься технологиями, которые, может быть, поначалу и не совсем, значит, оправданы с точки зрения, значит, экономической. То есть это все равно потом окупится тем, что мы учим людей на этом всем, мы показываем эти современные технологии, и потом они же эти технологии начинают внедрять на своих объектах. То есть вот мы этого наблюдаем воочию. Какие разработки планируются в будущем на объектах города и области? Ну вот как раз к этому вопросу, вот что нужно заниматься все-таки мероприятиями с таким вот сроком окупаемости, это то, что вот мы в свое время внедрили гелеустановку. Ну вот если вы видите, то там вот на спорткафедре у нас есть такие коллекторы, которые установлены на крыше. Они были призваны создать условия для получения горячей воды для нужд спортивной кафедры. Ну в свое время, когда мы это внедряли, это было очень затратное мероприятие, и как бы если бы мы его на этом уровне и оставили, то в общем-то даже на сегодняшний день мы бы его еще не окупили. Но, значит, поскольку мы это мероприятие облекли в форму именно таких вот удаленных лабораторных работ, на которых можно проводить со студентами занятия, причем не только нашего региона, но и, например, так сказать, проводить мероприятия со студентами Сочи, предположим, да, вот эти разные солнечные активности, и, значит, можно получить очень интересные такие вот разработки, которые позволят нам учить студентов пользоваться вот таким, значит, энергосберегающим оборудованием. Плюс к этому мы создали ресурсы, которые позволят, значит, на этой гелеустановке проводить просто лабораторные работы по управлению технологическими процессами, по, значит, получению каких-то реальных результатов на реальных установках. Это для студентов тоже очень важно. И вот если это все просуммировать, то оказывается, что, в общем-то, эффект, он выражается здесь не только, может быть, в конкретной сумме, но и вот в таких вот социальных моментах. Вот у нас в университете этому уделяется очень большое внимание, и, значит, я считаю, что это очень важно, что руководство вот именно понимает у нас вот то, что эти направления, они, значит, дают вот такой вот социальный эффект. И он потом сторится и окупается, когда эти же, вот, как я уже говорил, обученные нами на таком оборудовании студенты, они начинают потом уже, будучи где-то руководителями на предприятиях, внедрять эти мероприятия, и, собственно говоря, и мы вот тут как раз и получаем уже косвенно, как бы мы окупаем те затраты, которые мы в свое время понесли. Но вот с гелеустановкой здесь произошло даже все еще лучше. В том смысле, что мало того, что мы уже, допустим, по прошлому году обеспечили нужды спортивной кафедры летом полностью в горячей воде, это порядка 9-9 кубометров в день мы получаем там. Но вот сейчас с запуском бассейна, который у нас открылся недавно, мы можем полностью задействовать все ресурсы этой гелеустановки и всю вот эту вот нашу вновь образуемую такую вот спортивную структуру, значит, летом питать от этих гелеосистем. А это уже вот получается, что достаточно большая экономия. Вот поэтому вот как бы мы лишний раз демонстрируем, что вот те затраты на такие мероприятия, значит, с таким сроком окупаемости, они все равно оправданы, если их делать с высоким содержанием телекоммуникационной составляющей и если их делать с учетом того, что этим должны пользоваться наши студенты, будущие руководители, которые будут это внедрять. Вот это, мне кажется, очень важно здесь. Сейчас мы посмотрим небольшой видеосюжет и продолжим нашу беседу. Здравствуйте! Сейчас мы находимся на крыше механического корпуса. Здесь уже несколько лет работают нетрадиционные, экологически чистые источники энергии. Рядом с нами находится аспирант кафедры электроэнергетики Сергей Соловьев. Расскажите нам, пожалуйста, о назначении этих устройств. Я занимаюсь вопросами проектирования автономных систем электроснабжения на базе ветроэнергетических установок. Данные установки вырабатывают электрическую энергию из нетрадиционных источников, используя силу ветра и энергию солнца. В частности, я занимаюсь исследованием разных типов ветроэнергетических установок и возможностью их совместного использования с целью получения экологически чистой и дешевой электрической энергии. На крыше механического корпуса, как вы видите, расположено два типа ветроэнергетических установок, ветрогенераторов. Это классический горизонтальный ветрогенератор и более современный вертикальный ветрогенератор и два блока солнечных батарей. Данная ветроэнергетическая станция дает нам возможность заниматься научными исследованиями в сфере альтернативных источников электрической энергии, что очень важно и значимо в данный момент. Мы уже можем дать рекомендации по различных типам альтернативных источников электрической энергии в условиях Белгородской области. Спасибо, Сергей. Здесь, на крыше технологического университета, рождается будущее альтернативной энергетики. Прокомментируйте, пожалуйста, видео и расскажите, как еще студенты приобщаются и участвуют в телекоммуникационных проектах, проводящихся в университете. Прежде всего, конечно, нужно иметь вот ту лабораторную базу, которая позволит студентам это делать. И вот на сегодняшний день у нас в университете тоже внедряется такой достаточно прогрессивный подход к созданию, например, вычислительных залов. То есть, если раньше мы создавали просто универсальные залы, где студенты приходили и могли просто работать на компьютерах, то сейчас мы такие залы ориентируем под конкретные какие-то применения. Мы назвали это направление отраслевыми вычислительными залами. Вот сейчас запускается несколько таких отраслевых залов, связанные с направлением архитектуры. Значит, мы прорабатываем вопрос о создании такого отраслевого зала для IT-направления на базе кафедры технической кибернетики. И дальше, если, значит, действительно этот опыт будет таким вот позитивным, мы хотим это распространять и на остальные направления. То есть, студенты получат не только вычислительные средства в качестве вот именно компьютера, на котором можно решать какие-то общеобразовательные задачи, но они будут решать конкретные, значит, задачи в рамках какого-то конструкторского бюро, в рамках там какое-то решение какой-то конкретной задачи. Вот, например, они будут там заниматься автоматизацией этой гели-установки. Или они будут заниматься автоматизацией вот этих ветроустановок, которые у нас установлены здесь. То есть, и получать результаты, которые мы можем рассматривать и как учебные, и как научные, и как результаты для того, чтобы развивать вот эти направления в дальнейшем. Ну и параллельно с этим эти результаты дают экономию использования наших внутренних ресурсов. Понимаете? То есть, вот я считаю, вот это как раз и есть применение синергетики, которое реально будет давать эффект. Потому что, ну так или иначе, несмотря на то, что мы в ВУЗ, все равно от нас требует окупаемости мероприятий. И, значит, мы вынуждены сейчас, внедряя какую-нибудь технологию, все равно думать о том, что она как-то должна все-таки окупиться. И вот этот вот косвенный, опосредованный такой вот уровень окупаемости за счет социального привлечения студентов, он оказывается очень важным здесь. Александр Владимирович, спасибо вам за интересную содержательную беседу. Мы желаем вам дальнейших успехов. До свидания.